Фирма Lippers выпускает неплохие оптические прицелы. Вот этот компактный прицел собран качественно, выдерживает большую отдачу в течение длительного срока эксплуатации и дает довольно четкую картинку, ну для миника конечно. Он также позволяет определять расстояние до цели с помощью прицельной сетки типа Mildot. По заявлению производителя, шкала верна при выборе максимальной степени увеличения. Что такое Mildot? Это довольно популярная прицельная марка для оптических прицелов, у которой вертикальные и горизонтальные волоски размечены небольшими точками. Если вам известны размеры цели, а в большинстве случаев они известны хотя бы приблизительно, то подсчитав количество точек на шкале, которые помещаются в габариты цели, когда вы смотрите на нее через прицел, вы получите высоту цели в метрах и в милах. Теперь подставив эти два значения в очень простую формулу, можно оценить расстояние до цели. Для этого необходимо умножить высоту цели в метрах на 1000, затем разделить полученное число на высоту цели в милах, и полученное значение будет равно расстоянию до цели в метрах. Например, если размер цели 5 сантиметров, то есть 0.05 метра, и в прицеле она помещается в 1 мил, значит умножив 0,05 на 1000, получаем 50, а затем делим на 1, получая те же самые 50. То есть расстояние до цели 50 метров. Поскольку мы используем метрическую систему, где все единицы имеют единый общий множитель 10, то эту формулу легко применять в уме, отбрасывая ненужные нули и производя деление на целые числа. А вот пользователям британской системы меры весов повезло гораздо меньше. Единицы этой системы соотносятся по совершенно произвольным, взятым с потолка множителем, что делает умственные вычисления необоснованно сложными. А учитывая и без того невысокий уровень математического образования в странах, где эта самая имперская система мер применяется, то лучшим выходом является вклеить таблицу с заранее рассчитанными значениями в защитную крышку прицела и пользоваться ей как подсказкой. Тем не менее, обычно я тренируюсь на дистанции 50 метров, используя собственные мишени, и когда я взглянул на мишень через Липперс, то центры вот этих двух мишеней были точно на расстоянии одного мила друг от друга. Значит, по формуле физическое расстояние между ними должно быть 5 сантиметров. Но это не так. Там целых 10 сантиметров, то есть в два раза больше. Этот факт сильно настораживал, так как прицел мог оказаться бракованным, а то и вовсе поддельным. Вернувшись домой, прежде чем начать морочить голову продавцу, я решил все-таки свериться с паспортом на прибор. И что вы думаете? В указанной в паспорте формуле в операции деления присутствовал коэффициент 2, то есть получается, что 1 мил равен 2 милам. Но тогда это никакой не мелдот, а своя, фирменная, проприетарная, называйте как хотите, в общем нестандартная прицельная марка. Покопавшись в сети, я нашел и другие вариации в паспортной формуле для расчета, например коэффициент 900 или 600 вместо 1000. Поскольку формулы эти относились к прицелам на 9,6 крат соответственно, напрашивался неутешительный вывод. Видимо, у Липперс есть одна база под все прицелы, и они только меняют линзы, а вместо калибровки сетки меняют формулу в паспорте. Так что сетка моего двойного миника имела бы правильный мелдот на 24 кратах, на базе такого прицела видимо и был сделан мой экземпляр. А те два, с коэффициентом 600 и 900, видимо являются вариантами десятикратного прицела, только линзы стоят с меньшей кратностью. Вот именно поэтому Липперс относится к производителям качественных, но отнюдь не элитных прицелов. У лучших прицелов с переменной кратностью прицельная сетка установлена в первой оптической плоскости, поэтому она становится меньше или больше, когда вы соответственно увеличиваете или уменьшаете кратность. И уж тем более у таких прицелов не может быть неправильного расстояния между мелдотами или замыленной картинки, что часто встречается у миников. Но в целом, с этим двойным мелдотом вполне можно смириться, если у вас только один прицел. Но если у вас несколько винтовок, и на каждый стоит оптический прицел с мелдотом, то необходимость каждый раз вспоминать правильную формулу для нужного прицела может слегка раздражать. В этом случае для определения расстояния до цели лучше наверное воспользоваться лазерным дальномером.